всем привет сегодня мы поговорим про тот самый последний оплот того самого трушного cold steel а который когда-то был одним из самых великих производителей складных ножей на всем ножевом рынке мира теперь к сожалению его позиции очень быстро задают cold steel выпустил в этом году целую кучу китайского барахла куча всякой дичи и на самом деле я подумал что ведь вот это эта модель к d10 это наверное один из последних толковых ножей которые выпускали cold steel хоть этому ножу уже больше года тем не менее мы сегодня поговорим именно про эту модельку нож предоставлен магазином ножиков точка ру за что им огромное спасибо ссылки на сам нож из видео на все соцсети магазина ножиков будут в описании и закрепленном комментарии если подпишетесь на соцсети будете в курсе всех новых поступлений акций и новинок кто не знает то именно с этой модели началось сотрудничество компании cold steel и американского найфмейкера и дизайнера эндрю демко да и моделька называлась ломан и именно вот так свое время ее увидели cold steel это american ломан в исполнении именно cold steel оригинальный нож с которого делался вот этот был похож больше именно на d10 чем на вот то что мы имеем под названием american ломан и честно вам сказать выход в серию модели a d10 и модели a d15 это наверное за долгое время лучшее что происходило с cold steel с момента как они убрали сталь сети sxhp их были времена ведь вот ну давайте так мы с вами пробежимся сейчас по характеристикам данного ножа а далее мы с вами уже немножко порассуждаем это достаточно крупный тяжелый нож с весом в 200 грамм длина рукояти 135 миллиметров и в самом толстом месте 17 миллиметров накладки изготовлены из g10 тип замка триадлок лайнеры изготовлены из термообработанного алюминия клипса у нас не переставляется в комплекте есть вторая очень такая тугая клипса и дети и на карман на самом деле большая проблема относительно клинка длина клинка 91 миллиметр поскольку у нас есть с вами здоровенный двухсторонний шпинек то полезных 80 миллиметров в обухе 38 миллиметров растали с 35 вен с максимально пиковым показателем твердости в 58 единиц к сожалению есть замеры где замеряют с черными покрытиями ножей там вообще до 56 единиц смело падение ширина клинка очень такая внушительная 35 миллиметров высокий плоский спуск на высоту 23 миллиметра и сведения от 0 8 до миллиметра на кончике толщина этих самых алюминиевых лайнеров полтора миллиметра во всего у нас с вами стоят шайбы и это по-настоящему такой мужицкий нож когда ты берешь в руки а дай 10 или фо макс но это все зависит от того у кого как с комплексами у тебя не возникает ощущение что ты берешь какую-то китайскую вещь или китайский какой-то ножик ты берешь в руки кусок холодного металла кусок холодной стали давайте пока мы с вами далеко не убежали от его характеристик сравним его с другими его более известными ножевыми братьями «Музыка» Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова В этом году компания Cold Steel представила кучу всякой пластиковой дичи из стали АУС-10 и пластмассы. И одной из такой диких штуковин является 4MAX Scout. Это нож с ценой более 100 долларов и САУС-10 пластиком, причем который абсолютно такой гремящий. Мы с вами обязательно посмотрим на все эти новинки, я вам расскажу свое личное мнение о них. И печально видеть, как некогда вот этот крутой производитель просто катится в тартарары. Раньше я в 99 случаях, когда меня спрашивали, какой первый нож купить, я мог сказать, купи любой Cold Steel со сталью CTS XHP и ты будешь счастлив. Сейчас я такого сказать не могу, потому что эту самую CTS XHP иди пойди найди сначала на Cold Steel. Что есть в каких-то запасах, там в каких-то офлайн магазинах еще встречаются некоторые ножи. Относительно этого, нож вроде бы еще не снят с производства, но я думаю, что это вопрос всего года, может быть даже полугода. Поскольку если они не снимут сейчас с продажи вот эти ножи, то у них просто встанут вот эти дикие новинки. Да, хотя в принципе сталь АУС-10 это такой некий правильный апгрейд, поскольку до этого была сталь CTS BDRAS и у нее химия была попроще, чем АУС-10. Плюс АУС-10 показывает твердость до 60 единиц на тех же Voyager. Вроде бы как все хорошо, но АУС-10 в 2020 году на пластике больше, чем за 100 баксов. Ну не знаю, мы с вами еще в ближайшее время обязательно посмотрим на их новинку Air Light. И я вам там тоже расскажу свои впечатления от нее, поскольку все очень сильно неоднозначно и близится к концу, как кажется мне. Если же вам хочется немножко почувствовать вот именно того самого старого настоящего Cold Steel, вот эта модель, либо модель АД-15. Но однозначно модель АД-10 она более привычная, на более приятной руке, у нее более понятный замок, более понятная механика. Форма в принципе плюс-минус одинаковая, за одним исключением, что мне безусловно прямые спуски нравятся больше. Хорошо ли, что здесь теперь сталь с твердостью 58 в лучшем случае? Наверное для тех задач, для которых он придуман, это ковырять, рубить, батонить. Это здорово. Да, но опять же и CT-S справлялась раньше неплохо. Ну вот скажем, здесь это неплохо, да, что есть такая меньшая твердость в сторону 58, нежели чем в сторону 61, что это нас дополнительно оберегает от каких-то сколов. Относительно механики, даже после разборки она отличная, нож спокойно оперируется одной рукой. Я не знаю, получится у меня или нет, но за счет того, что клин очень тяжелый, его можно открывать даже не прибегая к шпеньку, да. Вот так вот просто можно махнуть и нож открывается. То же самое и с реверсом, да, что просто ты им машешь и он открывается. В руке сидит максимально комфортно, вам здесь не нужна перчатка для того, чтобы им комфортно что-то строгать и резать. Он очень пухленький, здесь все очень хорошо сглажено, что даже если ты что-то строгаешь тяжелое, то все здорово, никаких наминаний. Отрезать колбасу себе в поле вы вполне сможете и этим, несмотря на сведение, несмотря на толщину в обухе. Понятно, что картошку чистить им будет неудобно и тяжеловато за счет такого широченного клина. Но скажем так, как не нож, а как cold steel, эта штуковина классная, да. Потому что если мы вспомним те самые в свое время нашумевшие ролики cold steel, в них во всех говорится о том, что это самые крепкие ножи. Но нигде не говорится, что это самые острые ножи, нигде не говорится, что это самые резучие ножи. Основная задача ножей, она уходит в роликах cold steel на второй план. Ну и так построена в принципе маркетинговая политика компании cold steel. Куда она их приведет в ближайшее время, тоже непонятно. Но пока вот эти модельки есть в продаже, я вам крайне рекомендую озадачиться чем-нибудь себе таким заиметь на полку. Пусть лежит, когда-нибудь достанетесь и будете радоваться, что он у вас есть. Поскольку, опять же, на мой взгляд, если они их сейчас в ближайшее время не снимут, разница между 35-кой и AUS-10, ну совсем небольшая, что-то около 30 долларов. И просто по-другому эти ножи будут продаваться, а новинки нет. Поэтому, вот такое вот сегодня видео, оно такое было больше, наверное, посвящено анализу. Но теста, ну, понятное дело, не будет, потому что этот нож тестировать нарез смысла нету. А бочки, к сожалению, с маслом у меня дома не оказалось. Макета зомби тоже, я его оставил в других штанах. Но я думаю, что здесь никаких вопросов особо и не вызывает. Потому что, ну, это вот то самое. Это трушный настоящий cold steel. На этом, наверное, и все. Всем спасибо. Пока. Все ссылки в описании.